Работа над созданием книжки-малышки – это очень увлекательное занятие. Сегодня в этом убедились постоянные читатели библиотеки, воспитанники детского сада номер 160. Ребята узнали, как пишутся сказки, сами придумали свою историю и сделали своими руками миниатюрные книги. Материалы для самодельной книги были совершенно разными. Дети с большим удовольствием делали свои миниатюры, из бумаги вырезали листочки для страниц, наклеивали картинки, раскраски, написали текст. Приобщать детей к таким мероприятиям, чтобы повышать интерес к литературе, к книгам, развивать у них фантазию – это что-то новое, выход в библиотеку, особенно на такие мастер-классы. И поэтому мы стараемся проводить такие мероприятия гораздо чаще. Раскрасили картинки, и у них получилась красочно интересная книжечка. Назвали ее «Сказки». Каждый ребенок получил массу впечатлений и книжку-малышку, сделанную своими руками. Творчески и интересно провели время. Мне больше всего понравилось то, что мы когда печатали книжки. Книжка была очень веселая, такая и смешная. Нацпроект «Культура» вдохнул в пространство для чтения новую жизнь. Теперь это не скучное книгохранилище, а благоустроенные центры для взрослых и детей. Библиотека номер 8 не стала исключением 7 лет назад. Она изменилась и стала современной точкой протяжения для молодежи. Хочу пригласить жителей нашего города 26 августа в субботу на ночь кино. Скоро мы совсем скоро анонсируем полную программу этого мероприятия. Сейчас хочу приоткрыть немножко завесу тайны и сказать, что наших гостей ждет показ фильмов «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Ну и помимо всего прочего обязательно будем проводить мастер-классы, интересные викторины и еще много чего. Ждем наших гостей в 16.00 26 августа. Бесплатный интернет, творческие студии, 4D-книги, комфортная мебель, зоны для просмотра фильмов и проведения мастер-классов. Такие возможности сегодня открыты для самарских школьников и взрослых в модельных библиотеках. Теперь здесь можно не только выписать книгу для чтения, но и увлекательно провести время. Елена Чернявская, Григорий Плешаков, События.